Золотая виза Венгрии на 20 лет. Теперь возможно. Но часть опций заработает только со следующего года. Например, покупателям недвижимости можно не слишком торопиться. А вот тем, кто хочет получить золотые паспорта карибской пятерки, стоит спешить. Эти и другие новости мира международной недвижимости и миграции в сегодняшнем выпуске новостей ПриАН. С вами я, Ольга Логовская. Поехали! Пока Испания планомерно идет к закрытию или, по крайней мере, сокращению опций золотой визы, а Греция поднимает порог входа, инвесторы готовятся к полноценному запуску самого горячего иммиграционного продукта 2024 года. Говорим о золотой визе Венгрии. Начнем с краткой справки-напоминания. С 2007 года в стране действовал закон, позволяющий инвестору получить ВНЖ. Одним из необходимых условий получения резиденции была как раз покупка жилья. При этом даже не прописывались площадь объекта или его стоимость. Практически некоторые рамки все-таки существовали. Квартира либо дом от 155 тысяч евро, обычно в Будапеште, нельзя было покупать совсем уж коморки. Разговоры о трансформации обтекаемого закона в четко оформленную программу золотых виз появились еще в конце прошлого года. В январе прием документов по старым условиям завершили и начали готовить программу, которая получила название ВНЖ для приглашенного или гостевого инвестора. Она и запускается с 1 июля 2024 года. В ней предусмотрено несколько опций. Например, приобретение сертификатов фондов недвижимости на сумму не менее 250 тысяч евро. Приобретение недвижимости, жилой или коммерческой, с минимальной стоимостью 500 тысяч евро. И, наконец, форменный АТАС, внесение денежного пожертвования в размере не менее 1 миллиона евро высшему учебному заведению. Самый интересный пункт, конечно, покупка недвижимости. Как раз относительно него правительство Венгрии недавно выпустило коррективы. Главное. Недвижимость в рамках программы золотой визы можно приобрести только с 1 января 2025 года. Объекты, приобретенные до этой даты, не будут иметь права на участие в программе. Таким образом, еще 7 месяцев претендовать на ВНЖ могут только те, кто покупает по и фонде недвижимости или дарит миллион студентам, профессорам и кампусам. Важное уточнение. Никто не мешает начать процесс покупки сейчас. Главное – получить документы на право собственности после 1 января. Но это вопрос, требующий уточнений. Другая деталь, вызывающая беспокойство. Ограничений по национальности или гражданству не существует. По крайней мере, пока такие детали в законе не озвучены. Поэтому давайте принимать как данность. Программа открыта и для россиян, и для белорусов. И технический момент. Чтобы совершить инвестицию и через это основание получить ВНЖ, а теперь его минуточку, будут выдавать аж на 10 лет, с возможностью продления до 20 лет, заявитель должен въехать на территорию страны с визой гостевого инвестора. При этом въехать в страну придется в течение 6 месяцев с момента получения статуса. До этого собирались давать аж 2 года. А осуществить инвестицию надо в течение 3 месяцев после въезда. Так что не стоит откладывать поиск подходящего объекта. Начинайте уже сейчас. На Пряне, кстати, есть масса объектов в Венгрии. Ссылку мы оставим в описании под роликом. Там же есть ссылка на прошедший на неделе вебинар по ВНЖ в Венгрии. Все рассказали максимально подробно. А теперь на Кариба. В регионе кипят настоящие миграционные страсти. До повышения порога входа в программы местных золотых паспортов остался всего лишь месяц. Еще в марте страны Карибского бассейна подписали меморандум, по которому они обязались до 30 июня коллективно поднять порог входа в программы гражданства до 200 тысяч долларов, в той части, которая предполагала схему дарения. Меморандум, кстати, подписали не все. Власти Сент-Люсии пока медлят. Тут важно упомянуть, что страны так называемой Карибской пятерки, а это Антигуа и Барбуда, Доминика, Сент-Китс и Невис, Гренадо, зависят от этих программ. Продажа паспортов – важная строчка доходов в бюджетах этих маленьких островов. И если для местных властей паспорта способ выживания, то для инвесторов это скорее тревел-документ. Они открывают без виз в Шенген, некоторые в Великобританию и Китай, а еще упрощают въезд в США. Сейчас можно заплатить 100 тысяч долларов, например, на Антигуа и в Доминике, или 150 тысяч в Гренаде, плюс некоторую сумму нужно отдать локальному агенту. До 1 июня есть возможность запрыгнуть в последний вагон, но прыгать разрешено, увы, не всем. Кому можно и кому нельзя подаваться на карибское гражданство? Всем гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь, к сожалению, отказано в возможности подачи на гражданство карибского бассейна в странах, где присутствуют программы гражданства через инвестиции. И неважно, если у вас любое другое гражданство – Израиль, Армения, Казахстан, Украина, Вануату, Турция, Египет, если у вас присутствует паспорт Российской Федерации, или если вы были рождены на территории РФ, к сожалению, карибы нас не примут. Поэтому тут не читайте информации в открытых источниках, не верьте тем компаниям, которые обещают через любое другое гражданство сделать вам тот или иной карибский паспорт. Если российского или белорусского гражданства у вас нет, милости просим, любым гражданам всех стран СНГ мы с радостью поможем оформить гражданство карибского бассейна одной из пяти стран. Нериторический вопрос. Будет ли жизнь на Карибах после повышения порога входа? Да, но с оговорками. 200 тысяч уже не 100, заявителей будет меньше. Страны будут жестко биться за каждого нового гражданина. То есть привлекать более интересными условиями. И это не то, чтобы просто жест доброй воли или благотворительность. На примере Сент-Китса, который год назад поднял цену на местный паспорт и растерял большую часть клиентов. Соседние страны понимают, тут уж либо старайся, либо обращайте инвесторы. Кстати, о том, как успеть принять участие в карибских программах на нынешних условиях. Для граждан Украины, Армении, Казахстана, Узбекистана. И о альтернативных возможностях получения инвестиционного ВНЖ или второго паспорта для россиян и белорусов расскажем на вебинаре в четверг, 6 июня. Ссылка на регистрацию на мероприятие есть в описании под роликом. И, кстати, следующая новость тоже будет активно рассматриваться на предстоящем вебинаре. Давайте посмотрим на несколько цифр из Греции, подтверждающих бурное развитие рынка. В прошлом году число сделок выросло более чем на 20%. Объем продаж вырос на треть. Это данные Управления государственных доходов. Интереснее, что в начале этого года динамика не ослабевает. И еще один факт. Средняя стоимость продажи объектов в 2022 году была меньше 100 тысяч евро. В 2023 – 106 тысяч, а сейчас уже 108. Разгоняет цены, конечно, иностранцам. Греки по сравнению с прошлым годом покупают меньше, а приезжие – заметно больше. Часть иностранных инвесторов, очевидно, активизировалась в преддверии осени, когда для подачи на золотую визу придется покупать уже не от 250 тысяч евро, а от 400. До этого времени смнижение спроса и охлаждение рынка ждать точно не стоит. А теперь поедем к соседям Греции, не покидаем побережье Адриатики. Нас приветствует солнечный албанский Дурес. За 2023 год квартиры здесь подорожали на 20%. И рост на этом вряд ли остановится. Объективных причин для этого нет. Цены вверх толкает постоянно растущий спрос на местную недвижимость со стороны иностранцев. Одна из причин – возможность получить ВНЖ в Албании благодаря покупке жилья любой стоимости. А квадратные метры здесь все еще доступны. Большинство от 1 тысячи до 2 тысяч евро, даже за новостройку. Вторая причина роста цен – это, конечно, туристы. Последние данные с начала весны. Турпоток вырос в полтора раза. Закономерное следствие этого – рост стоимости жилья и арендных ставок, особенно на Албанской ривьере. Там уже есть проекты по 4 тысячи евро за квадрат. Но это все-таки исключение. Посмотрите лучше такое предложение. Жилой комплекс пока только строится. Срок сдачи – 2025 год. Расположение крайне удачное. До моря всего 360 метров. Деревня находится в 15 километрах от Дуреса. В комплексе есть чистовая отделка от застройщика, на территории бассейн и подземная парковка. Приятный бонус – возможность оплаты частями. Первый платеж при заключении контракта – 35%. Цена вопроса – 62,5 тысячи евро за квартиру 1 плюс 1. Кстати, метраж вполне неплохой – 55 квадратов. И это лишь один из типичных вариантов в Албании. Ссылку на него и другие объекты в стране оставили в описании. На этом выпуск подходит к концу. Спасибо, что досмотрели. Как всегда, ставьте палец вверх, оставляйте комментарии, подписывайтесь. Это поможет в развитии канала. Мы снова увидимся с вами уже на следующей неделе. Добра и мира в ваш дом.